Во всех случаях действовали мошенники одинаково. Двое неизвестных звонили в дверь, представлялись работниками газовой службы и показывали удостоверение. Далее беспрепятственно проходили в квартиру. Екатерине Вороновой мошенники сообщили якобы про утечку газа. Пенсионерка поверила сразу, ведь сама подозревала об этом. Она сразу, это сама, я должна вас отстраховать, что у вас утечка газа, а вы не сообщаете. Незваные гости разыграли целый спектакль. К примеру, женщина напугала хозяйку квартиры, что та якобы может потравить весь дом. А мужчина даже убедительно старался свою напарницу угомонить. Обещал разобраться и строго не наказывать, ведь старушка наверняка ветеран. Васильева молча кивнула и направилась за документами. Я, значит, это все здесь ищу, 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 ищу. И вот у меня такое впечатление, что все кто-то наблюдает за мной. Тогда ей в голову не приходило, что не только сама впустила мошенников, но и показала, где деньги лежат. 325 тысяч рублей трудно не заметить. Они заменят плиту, так и сказали. Теперь у вас работает туалет? Я говорю, да. Он тогда выходит, выходит и дверь за собой закрывает. Спустя несколько минут вышла его напарница. Удирали воры вообще стремительно и без оглядки. Однако уйти незамеченными не получилось. Возле дома столкнулись с соседом Васильевой. Это он после помог составить фоторобот. Остальные бабушки не смогли составить пока фоторобот. В некоторых случаях были не те преступники. Я имею в виду, в одном случае мужчина и женщина, в другом случае мужчина и мужчина. Однако в полиции не исключают. Это одна банда. А еще здесь уверены, действовали мошенники целенаправленно. С заявлением о краже пока обратились три пенсионерки. И все они одинокие, весьма преклонного возраста. Главной загадкой остается, как преступникам удалось это узнать. Определить, что наши работники пришли к вам или же какие-то другие лица, я думаю, довольно легко. Глава Оренбургских газовиков проводит ликбез для доверчивых горожан. Он буквально на пальцах рассказывает, как на самом деле выглядят его сотрудники. Наши работники, они в фирменной спецодежде, спецодежда двух видов. Значит, первый это Оренбург-Кобалгаз. Второй вид спецодежды это Газпром газораспределение. Только так и никак иначе. Настоящие газовики всегда одеты по форме, а свое удостоверение носят на груди. Как правило, работник ходит один, но возможно, что они могут быть вдвоем. В каком случае? Когда стажер работает с наставником. Он в фирменной спецодежде и также имеет удостоверение. Прежде чем открыть дверь специалистам, можно уточнить всю информацию о визите по телефону. И главное, о всех работах газовики предупреждают заранее. Как правило, за несколько дней расклеивают объявления на подъездах. Исключение составляет лишь экстренные случаи, когда специалистов вызывает сам клиент. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время.